За несколько часов Израиль нанес по сектору Газа больше 70 авиаударов в ответ на обстрел Тель-Авива. Вечером ракета дальнего радиуса действия Фаджер-5 достигла южной части города, которая находится в 65 километрах от границы. Впервые за много лет в нем зазвучал сигнал воздушной тревоги. Целью израильских ВВС стали подземные пусковые установки ракет средней дальности. По заявлению армии, все они были уничтожены. Число жертв с палестинской стороны, по их данным, уже достигло 19 человек, ранены больше 100. Есть убитые в Израиле. Ракета, которую выпустил Хамас, попала в жилой дом. Погибли трое израильтян, ранены 15. Как уладить конфликт, пока не предложили ни страны ЛАГ, ни ООН. Совет безопасности провел экстренное совещание, но к единому мнению так и не пришли. Зато США свою позицию обозначили четко. Это насилие спровоцировано Хамасом. Мы выражаем соболезнования жертвам, мирным палестинским и израильским гражданам, которые пострадали от этого насилия. Все усилия Хамаса были приложены, чтобы дестабилизировать обстановку и отодвинуть мирные цели. Ответственность полностью лежит на них. Хамас должен прекратить ракетные обстрелы. Всего за последнюю неделю боевики выпустили по Израилю больше 300 ракет. Одна из них впервые за 20 лет упала в самом густонаселенном центральном районе страны, и у города Ришон-Лицион, где живут 200 тысяч человек. Нам удалось связаться с местным жителем. Он рассказал нам, как там отреагировали на атаку. Волнение, конечно, внутреннее присутствует. И люди, которые живут в городах, которые подверглись обстрелам, они, конечно, хотят скорейшего завершения. Но вот буквально некоторое время назад появилась информация о том, что в центре страны прозвучали несколько взрывов, что, в общем-то, показывает, что никто не находится в безопасности. И, конечно, беспокойство усиливается. Люди сидят дома, стараются быть дома вместе с семьей, собирают вещи, готовятся к тому, чтобы в момент сирены, тревоги спуститься в бомбоубежище, которое, в общем, есть практически в каждом доме. Такие ситуации в стране возникают не впервые, но вот ракеты, упавшие в центре страны для Израиля, это впервые в истории военных конфликтов с Палестиной. Продолжение следует...